Здарова, дорогой! Это четвертый день из жизни майнера. Начался он с того, что мне позвонил Давид, наш армянский математик, у которого звонит губильник. Видишь, время 6 утра, как его только отключить. Так, как его выключил, да? Он мне звонит и говорит, что у тебя там 30-90 нифига не майнит, давай, говорит, помогу. Ну, мы, короче, приехали, а потом он говорит, я, говорит, хочу спать. Ну, и армянский математик лёг спать. Сейчас я его буду будить, чтобы чинить вот эту проблему. Вот эту карту, в частности, и вот эту карту. Так, наша задача взять старый кейс. Как этот кейс правильно называть, Давид? Да я откуда знаю. Чняг какая-то, да? Не, как-то по-другому. Ну, не даю спать, какой кейс, короче. Короче, разобрать надо вот этот, потому что у него проблемы, видишь, карты вылетают, во-первых. Во-вторых, я не той стороной, здесь должен был быть выдав. Выдав, получается, вот сюда, плюс они все попадали. И собрать точно-точно такой же на четыре, с другими креплениями, со специальными креплениями. Зацени, сколько пыли, это трындец. Ну, что, значит, я не закрыл, видишь, этот кейс. Сейчас вот эту штуку продую, покажу, что получилось. Продул. Получилось, что карточка практически чистая. Ну, как бы, конкретно её там... А, как это правильно сказать, чтобы не ругаться? Ладно, скажу, конкретно пидорасить, я её не хочу, но вот, как смог, я её отмыл. Чего ты смеёшь, Давид? Расскажи твое мнение про кейс. Да я говорю, ненавижу я эти кейсы. Почему? Не, ну, может, охлад нормально, да, но чтобы поменять что-то одно, блин, ты перебираешь вообще всё. Состояние карт тебе нравится? Или, допустим, смотри, если у тебя из шести карт, ты хочешь сделать из восьми. Ну. Тебе придётся кейс поменять, вот и всё. Ой, блин. Я пошёл продавать, ладно. Я с тобой полностью согласен в этом вопрос. Где-то плачет один геймер, блин, вот это что за состояние. Это не геймер, это сейчас всё майнеры, которые смотрят и обкладывают нас хуя им, как следует. Хотя майнеры пурчат, что это даже два месяца она так не постояла. Вот что значит, если не закрывать боковинки у кейса и пыльное помещение. Короче, из-за этих грёбанных криптонов, я вспомнил название этого кейса, да, все карты, видишь, все они, блядь, коцанные получились. Почему они такие коцанные? Потому что вот здесь хомутами стягивались места и под воздействием температуры в разных местах все видюхи 38 из потеряли внешний вид. Тут, тут, везде, видишь. То есть вот здесь несколько штук, я здесь где-то обратил внимание. Короче, они все как следует повредились. И это очень неприятно. Поэтому ни в коем случае не бери с хомутами решение. Время 12 часов, 6 часов собираем, но так, с перерывом. Пошли покушали, короче, ты понял, особо не напрягаясь. За это время что делали? Один такой разобрали на три, собрали один на четыре. Повесили блоки, повесили мамку. Мамку сняли, продули. Карты сняли, продули, почистили. Поставили защиту. Защита не проходилась, пришлось здесь сверлами сделать дырку. А дырки, короче, не было нужного сверла. И чудили, вот, короче, вот эти две дырки заняли где-то час, да. Сейчас будем вешать карты и смотреть, что получится. Ну, как бы еще, вот, тот самый геморрой начинает вот с этого момента. Повесить карты, почему это геморрой, потому что надо просверлить дырки. Видишь, три дырки. Надо еще три такие дырки сделать и соединить карты. Это и есть самый главный геморрой. И после этого еще, как бы, геморрой, если что-то идет не так, там уже надо что-то умудрить. Слышь, ты что тут наворотилка показываешь? Да, нормально, смотри, нормально крутится. Ух ты, вот это, да. Как тебе новая технология крепления? Отлично ты придумал, а то в тот раз мы замучились, блин. Показывай, показывай моему товарищу, как надо. Короче, отрезали кусочки вот такие. Сразу на все? Ну, сразу на все карты. Все запихнули, а далее просто ставим карту, то есть вот поставили карту. Вот, одна фигня, вторую уже засунули и все. Сразу такие три штуки суем, закрываем и все, и карту сверху просто подаем. Быстрее, чем медленно ходу. И сколько вот за одну карту у нас занимает, скажем, кроме кредит? Ну, где-то три минуты. Три минуты максимум? Да. Да, нормально. Уже просим и. Короче, смотри, какая мысль. Два кулька, но кто поставил? Зачем это надо? Тридцать-девяносто спереди кульки и спереди двенадцать чипов и сзади двенадцать часов чипов. И получается такая мысль, что сзади не продувается. По идее, по уму, надо было здесь поставить радиатор, вот где вот так стоит, на КТОА, и на радиатор поставить кулек, и чтобы обдувало. Но так как радиатора нету, в ЧИП и ДИП времени делать и ехать тоже нету, решили попробовать вот так сейчас, когда соберем, посмотрим, что получится. Если как бы ничего не получится, да, то придется ставить сюда радиатор, может быть, даже вот эту штуку снимать и туда ставить напрямую радиатор. Не хотелось бы колхозить, но посмотрим, что получится. Вот такая канитель получилась спустя сколько часов, Давид? Фиг знает сколько часов, блин, за почти восемь. Ну, что теперь? Офигеть. Ну, сейчас ставим и подключаем. Подключаем. Как ты мне на это уговорил, я не знаю. Давай. Собрали, стартанули, но результат как бы такой себе получился. Получше, чем было. Сейчас еще раз соберем, у меня просто мой мобильник разрядился, и я уже из дома сейчас соберем его полностью, на локацию отнесу. И я уже из дома посмотрю, что получилось. Но проблема основная в том, что шум на максимальных оборотах теряется в среднем на 30-90-20 мегахэш, на 30-80 пока не понял, где-то тоже 20 мегахэш. Но максимальных оборотов работать никак не могу. То есть могу максимум на 50% ставить, а это значит, что теряться будет в районе 40 мегахэш с каждой карты. Вот такая хуйня из того, что можно сделать. Можно здесь поставить, у меня есть от Т9, как развивать, радиаторы. А там можно поменять прокладки. Прокладки менять не хочу, потому что здесь карта больше 1300 по памяти не держит. Короче, ладно, покажу по факту, что получилось с последним кадром. И вот так вот он, видишь, выглядит расширенный теперь. Крышки расширенные. То есть не вот тут заканчивается, карта нормально пролазит. И вот там с той стороны поставил два культа с отдельным рябасом. За счет чего карта не должна так сильно троттлить. А зимой, может, вообще нормально будет, не знаю. Так, на следующий день продолжаю, заканчиваю ролик. Чего имеем? Как ты помнишь, вот Adobe Premiere, да, вот данные, здесь 38 с неменими прокладками. Ты видишь, ядро 630 троттлица. Прокладки немененные, соответственно, 60 мегахеш. 30, 90, 50 мегахеш тоже ты видишь ядро троттлица, ядро в данный момент. Сейчас показатели стали лучше. Стоит отметить, что сегодня градусы, наверное, на 2 теплее, чем вчера. И я имею 75 мегахеш на 30, 80 с немененими прокладками. При этом ядро троттлица, ты видишь, вот так, 780, 795 у нее. 30, 90 тоже троттлица, но она майонит 85, при том, что сегодня теплее. Теперь самое главное, да, перед этим скажу, почему, вот смотри, здесь память 1100, она больше, соответственно, в принципе, не берет вот этот 30, 80. Из-за этого я на ней прокладки не риснул менять, потому что может наступить гарантийное событие. И как бы, ну зачем, если наступит гарантийное событие, менять прокладки, сам понимаешь. Так как в оригинале они белые и все такие слюнявые, а не в оригинале они синие арки. Скорая едет, прошу пронять, упростить. Короче, рассказывай, мы вчера, когда уходили, вот эта карта майнила 108. Но это была уже практически ночь. Во-первых, скоро избивают смысля. А во-вторых, мы подходим к лифту, я говорю, Давид, ты это слышал? Говорит, соленый, это пиздец. То есть там шум такой, понимаешь, конкретно, как будто С-9 рядом стоит где-то. Я говорю, Давид, надо что делать? Он говорит, пошли, говорит, кульки снижать. Пришли, снизили кульки со 100%. Ну, представляешь, 3-14 кулька бомбят на всю и кульки от вот с майнеров, понимаешь. Да, там не то, что С-9, там нафиг, наверное, С-17 конкретно вот так бомбил. Пришли со 100%, сняли на 75%. Более-менее шум стал приемлемым. Ушли. Ночью эта карта майнила где-то 98. Сейчас тебе покажу по статистике. Вот здесь, смотри, статистик открыть. Вот она. Ну, вот, ты видишь, мы ее завели на 561 изначально. А потом она стала по чуть-чуть падать. То есть вот здесь где-то в лифте мы ее опустили, наверное. Здесь она вот тоже стала чуть-чуть падать. Вот, а под утро, как солнышко вышло, она стала еще меньше майнить. Соответственно, что делать дальше с этой карты? По идее, так оставлять нельзя. Надо на нее повесить радиаторы. У меня есть Т-9 старый. С него снять и на термоклей посадить, на бэкклей. И я думаю, что эту карту я все-таки побежу. Она будет майнить. У меня 123. Ну, пока что 84, 85. Но в то же самое время ты прекрасно понимаешь, что 85 это не, как вот тут было, это не 49. Это уже приход, это прирост, понимаешь? То есть здесь прирост 40 мегахэш получился. Здесь прирост получился тоже, сколько, 15 мегахэш. И суммарно это уже 60 мегахэш. То есть, грубо говоря, не задаром прокатились. Получается, можно сказать, одна карта 3060 Ti добавилась. Ну, если можно так сказать. А в то же самое время ты видишь, две карточки как бы еще троттлиться надо доделать. Поэтому есть незавершенное дело тут. И вот эти вот кейсы, видишь, кипятильники ебучие. Ну, ты понял, которые чьи у меня сидит. Такой же кейс, они кипятят, память капитальная. То есть надо тоже вот здесь вот все менять. Вот этот кейс, видишь, вот 12, 5, 600 здесь память. Смотри, как нагрелось. И вот этот кейс 5, 700 тоже надо менять. Вот этот раз и два надо менять. А вот они сапферы, ты видишь, немениные. Просто открытые, им все пофигу. Потому что умеют делать сапферы, понимаешь? Есть две фирмы идеальных. Есть сапферы, есть полит и все. А дальше все остальное. Ну, вот, по крайней мере, для меня так. Извини, если в этом вопросе у меня мнение не сходится. Но у меня, по крайней мере, был такой опыт. Собственно, наверное, на сегодня все. Спасибо тебе огромнейшее за 112 тысяч. Ты вот такой красавчик. Дай бог тебе здоровья. Понимание супругой. Чтобы супруга тебя слушалась. Чтобы дети тебя радовали. Не хулиганили, как говорится. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, в Твиттер. Я всегда везде рад тебе видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Да, я тебя прошу. Если у тебя какой-то опыт есть по этому вопросу тоже с этими двумя картами, ты понял, вот с этими, напиши. Может, я что-нибудь в свое решение перейму, как говорится. Потом, может, еще об этом засниму. И менять ли мне вот здесь прокладки или оставить. Я, в принципе, думаю, что она сдохнет. Но она, блин, ты понял, она уже, короче, год не сдыхает. И вот эта карта может манить там в районе 85, если кульки выкрутить на 100. Может, мне шумовой бокс какой замутить, а? Давай, бай-бай-бай.